Иногда так бывает, владея автомобилем с повышенной мощностью, не всегда получается справиться с управлением. Безусловно, это зависит от опыта, но иногда это дело случая. К нам привезли Porsche 911 кабриолет, кузов 911, после ДТП автомобиль из Америки. И, конечно же, это отличная возможность исправить такую небольшую оплошность, которая приводит к повреждениям, как минимум, всей передней части. Это поврежденные крылья, у нас поврежденный радиатор, небольшие повреждения усиленной передней части, но они очень небольшие. Соответственно, разбит передний бампер, его здесь нет. Разбито также и второе крыло, ну и, соответственно, все фары. Автомобиль к нам пригнал Олег. Если кто его знает, Олег в кайф. Из Ставрополя занимается доставкой автомобилей из Америки, можете обращаться к нему. Доставляет как автомобили с повреждением, так и, соответственно, в отличном состоянии. Ссылку я оставлю в описании. Ну, а теперь, что ждет, именно этот автомобиль будет, соответственно, в первую очередь восстановление. Как такового, очень серьезного восстановления здесь нет. Повреждения не глобальные, несмотря на то, что есть повреждения того же самого радиатора с кассетой, это замена полноценная. Повреждения каких-то равных передних конструкций, они все съемные, что-то ремонтируется, что-то, соответственно, просто меняется. Фары мы уже заказали, но самое интересное, то, что на этот автомобиль, несмотря на то, что это не Turbo S, мы установим наш рестайлинг-комплект Venom. И это будет первый Venom Cabriolet. Совсем скоро мы приступим к адаптации нашего продукта, установке первых деталей, соответственно, посмотрим, с чем мы столкнемся, так как все-таки это не Turbo S. Но все покажем вам поэтапно. Я думаю, что у Олега также на странице будет очень много информации. Но на сегодняшний день автомобиль выглядит именно так. Тут стандартные метки американского копорта. Небольшое повреждение крыла, но это, соответственно, ремонтируется. Двери у него алюминиевые. Хорошо, что эта дверь не сильно пострадала. Алюминий можно в этом плане отремонтировать. Ну а крылья металлические, то есть с ремонтом металлических крыльев никаких проблем вообще не будет. Так выглядит у него задняя часть. Кто знает Porsche, кто знает Turbo S 911, знает то, что задняя часть выглядит у него немного иначе. Соответственно, все начинается со спойлера и заднего бампера. У заднего бампера выхолоп по краям на Turbo S. И спойлер немного другой формы. Также он еще выдвигается. Этот спойлер тоже выдвигается немного. Он поднимается и делает, во-первых, прижимную силу добавляет. И делает небольшой заход воздуха, так как у него сзади тоже стоят кулера. Посмотрим, как мы это обыграем. Посмотрим, как мы адаптируем наш спойлер. Спойлер Venom. Это очень массивный спойлер аэродинамический. Он уже показал свои возможности. Мы еще не оговаривали это, не придавали огласки. Но автомобиль, на который мы установили наш комплект Porsche Venom, то есть Porsche Turbo S, после этого показал очень хорошие, очень стабильные аэродинамические показатели. То есть он себя на дороге очень стабильно вел. Но это пока что слова. Мы в любом случае придем к тому, чтобы доказать это все в специальной программе изначально. Ну а, соответственно, потом в аэродинамической трубе. На этом, пожалуй, все. Следующим этапом будет уже, соответственно, какая-то конструкция. Это активная работа и начало преображения.